Елена Гришанова и шесть ее детей приехали в городской парк имени Воровского, где они все вместе любят проводить время. Глава семьи не смог вырваться с работы. Он мастер по ремонту инструмента. С папой тоже очень хорошо общаемся. Какой он у тебя, папа? Добрый, хороший. Чего бы ты хотел научиться у папы своего? Ну, то, что он может легко починить какой-нибудь прибор. Ну, или что-то такое. У Гришановых три мальчика и три девочки. Старший Варваре 13, самому младшему Андрюше скоро исполнится три. Вообще замечательно. Старшие смотрят, младших помогают мне, гуляют вместе. Всей семьей Гришановы ездят в путешествия, любят рисовать, играть в настольные игры. Много где-нибудь, если честно. Ну, например, вот самое, что... Санкт-Петербург. Очень понравилось там. Все дети помогают маме с выпечкой и уборкой дома. Купили мы 9 лет назад дом, избушку. Взяли, ну, материнский капитал у нас был, взяли ипотеку под материнский капитал. И вот за 9 лет построили дом двухэтажный. Ну, они все убирают, помогают мне все, и мальчики, и девочки, потому что это тяжело брать. Одной, два этажа. Каждый в своей комнате убирает. Вот ты любишь кушать? Конфеты. А, ну, конечно. А что мама готовит вкусное самое? И оладушки. И оладушки. Елена – бывший работник таможни. До декрета работала в службе занятости. Главные семейные ценности они с мужем переняли у своих родителей. Главное – уважение друг к другу, понимание, взаимопонимание, честность. Стараемся и детей учить, что все надо все время честно рассказывать. Стараемся прислушиваться к мнению и детей, и друг к другу. Тоже я видела, как родители друг к другу относятся, что все время тоже все обсуждалось в семье. Мама Елены Людмила помогает присматривать за детворой. С младшими братьями чаще всего играет старший из сыновей Игорь. Он уже перешел в третий класс. Люблю спортивную милашку. А чем занимаешься? Футболом. Нападающим или защитникам больше нравится? Полузащитникам. Гришановы пользуются всеми полагающимися многодетной семье выплатами от государства. Нуля до трех, получается, вот на Андрея я получаю. Потом с трех до семи на школьниковые, с восьми до шестнадцати. И вот как многодетная, многодетная тоже я получаю. Елена говорит, что мечтать пока ей не о чем. У них есть все. Главное, чтобы дети слушались и были здоровыми. Здравствуйте, такси! Мне показалось 29. Александра Седачева, Сергей Дюков. События Клинцы.